Друзья, приветствую всех! Это «Набила» Станислав Белковский, я Наташа Влащенко. Вновь с вами, как всегда, в этот день, в этот час, обсуждаем новости и уверен, что вы уже подписались на канал Станислава Белковского и канал «Власть vs. Влащенко». Напоминаю, что только что на канале Белковский была премьера очередного эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Поэтому прошу смотреть, слушать и подписываться. Спасибо большое. Я почти уверена с того, что все уже это сделали, но действительно очень много поклонников, и я первая поклонница, о чем уже не раз говорила, именно этого продукта. Я люблю смотреть вас с Зиной. А мы стартуем в новости и начну с Дня космонавтики, потому что меня очень удивило, почему во время войны, когда люди устали, когда бомбят каждый день, когда у многих нет света и нормальных условий для жизни, народ настолько активно обсуждает День космонавтики, герой или не герой Юрий Гагарин, как все было на самом деле, и многое другое. Почему такой интерес к событиям, не знаю, прошлого века? Ну, во-первых, душа рвется в небо всегда, космос как-то ассоциируется с путешествием на небо, особенно в эпоху просвещения, которая сейчас заканчивается. Собственно, само космическое путешествие же не предполагалось наличие Бога, и поэтому это была такая метафора. Помнится, что воинствующие атеисты в советское время в журнале «Наука и религия» приводили в качестве аргумента, что космонавты летали туда, и там никакого Бога не обнаружили. Это был очень смешной аргумент, но в принципе он отражал такую небесную метафизику в сознании классического материалиста. То есть, что все равно хочется верить, что Бог есть. И представление о Боге все равно существует даже у тех, кто формально его существование категорически отрицает. Ну, а кроме того, интерес в космической сфере и космической отрасли постоянно реактуализируется с поколения в поколение. В том числе, например, в нынешнем поколении ключевым глобальным ньюзмейкером и трендсектором Илоном Маском, который обещает в скором будущем отправить несколько миллионов землян на Марс и говорит, что земляне на Земле не выживут. Из этого ничего не выйдет, я уверен, потому что земляне могут жить только на Земле. Это эксклюзивная абсолютно точка размещения разумной жизни во Вселенной и пункта наблюдения за ней, что доказывается как научно, так и религиозно. Но косвенные последствия от этого неудачного проекта Илона Маска будут очень позитивные, поскольку возникнут или будут опробованы совершенно новые технологии. Они не пригодятся для того, для чего их номинально предназначает Илон Маск, и для расстеления людей на Марсе, но для улучшения жизни людей на Земле они очень даже пригодятся. Так часто бывает в мировой истории, когда Колумб отправляется на вас, ищет кратчайший путь в Индию через Восток, в Индию не приплывает, но зато открывает Америку. Вот нечто подобное случится и с марсианскими хрониками наших времен, и поэтому так иначе все будут обсуждать, а что там в космосе, одиноки ли мы во Вселенной, или все-таки есть какие-то инопланетяне, которые поддержат нас самые трудные часы и дни. А ты как думаешь? Я думаю, у меня есть очень четкая позиция по этому вопросу, что а. другие миры безусловно существуют, но б. узнать о них нам при жизни не дано. В этом весь фокус и загадка, она же разгадка Вселенной. Ну, тогда вернемся из космоса в реальность. Есть очень сильное давление, оказывается, России, практически каждую ночь бомбят. И, как заявил, например, ДТЭК, что у них уничтожено 100% ТЭС. И есть такое ощущение, что действительно склоняет Россия к каким-то действиям Украины, к переговорам, к капитуляции, еще к чему-то. Но самое огорчительное то, что наши западные партнеры тоже предоставляют какие-то свои планы, там Китай свой, Турция свой, ну, Китай не наш западный партнер, понятно. Но говорят и, я не знаю, американские генералы, американские политические лидеры о том, что надо бы зафиксировать, особенно со стороны Трампа, республиканцы много говорят об этом. Вот, по твоему ощущению, ты говорил, что Америка все равно предоставит помощь. Ну, вот в каждой программе практически мы с тобой обсуждали этот вопрос, но пока мы видим, что ничего не движется. Ну, мне представляется, что помощь Америка предоставит. Начнем с первого, что, естественно, Кремль активизируется всякий раз, когда он чувствует, что его позиция сильна. А сейчас она, безусловно, относительно сильна, потому что российские войска относительно успешны на фронтах, западная помощь задерживается, а перспектив новой мощной волны мобилизации в Украине не предвидится, несмотря даже на принятие нового закона о мобилизации. Неизвестно еще, насколько он будет эффективен, но то, что он уже не популярен, это факт. То есть энтузиазма мы не наблюдаем вокруг него и вокруг самой идеи дополнительной мобилизации. Именно поэтому, на мой взгляд, из закона проекта исчез тезис о демобилизации, потому что если это положение будет реализовано, то неизвестно, сохранит ли Украина достаточное количество войск для обороны рубежей, чтобы не обвалился ли ни фронт. И что касается американских партнеров, то да, я думаю, что в апреле закон проект будет принят. Только что мы видели встречу Майка Джонсона, спикера Палаты представителей с негласным патроном значительной части республиканской партии и республиканцев-конгрессменов Дональдом Трампом в имении последнего в Мару Лагу во Флориде, где вроде было объявлено, что да, Трамп дает указание голосовать за закон о проект при условии, что это будет не помощь, не грант, а кредит в Украине, ну это мы тоже давно обсуждали, что этот вариант вполне реалистичен, и он неплох для Украины, во-первых, потому что в современном мире такие большие кредиты просто так не отдаются, и в этом смысле качественной разницы между деньгами взаймы и просто так нет. А во-вторых, потому что если кредит будет даваться под залог российских замороженных активов, то это будет означать, что возможно изъятие этих активов в пользу Украины. Это будет уже ясным указанием на вектор развития в этом направлении. Но то, что Америка на несколько месяцев в один из самых критических моментов судьбы не только Украины, но и войны в Европе и вообще противостояния свободного мира с тоталитаризмом из-за мелких внутренних разборок и дегаза задержала этот закон о проект, конечно, говорит не в пользу американской политической элиты и о представлении о своей глобальной ответственности. Поэтому не случайно Владимир Путин радостно хохотал и потирал руки, показывая на Америку пальцем и говоря, вот неужели эта сила, вы считаете, должна оставаться главным и единственным модератором современного мира, если из-за каких-то перипетий предвыборной борьбы, еще задолго, причем до даты голосования, она не может решить вопрос, который сами же ее элитари называют ключевым. Но сдвинуть с мертвые точки так и не могут. Еще одна такая трендовая тема этой недели, это, конечно, Израиль. Нападет рано или нет, будет удар или нет. Об этом говорят много израильских экспертов. У кого нет сомнений, в том числе и у Соединенных Штатов Америки, многие ведущие страны мира попросили своих граждан покинуть Израиль, кто-то попросил Иран покинуть. Но вот что ты думаешь, как будут развиваться эти события? Хотя вот военные аналитики говорят, что Ирану сейчас не выгодно совершать этот удар, потому что они не знают, как отреагируют Соединенные Штаты. Иран здесь находится в суксванге, когда каждый ход ухудшает позицию. С одной стороны, совсем оставить без ответа разрушение иранского консульства в Дамаске с гибелью семьи важных офицеров корпуса стражей исламской революции нельзя. С другой стороны, слишком мощный ответ вызовет эскалацию войны, что Ирану не выгодно. Он не готов к этому ни с военной точки зрения, ни с точки зрения внутриполитической стабильности в Тегеране, где все очень непросто. И нынешний режим, исламский режим не полностью уверен, что он сможет контролировать ситуацию в стране, если страна будет втянута в большую войну. Так что Иран пока что, как мы знаем, обращался к Совету безопасности ООН с предложением просто осудить удар Израиля. И этого было достаточно, чтобы воздержаться от военного ответа. Но Совет безопасности ООН пока будет собираться, пока Соединенные Штаты Америки решат, могут ли они морально и политически это осудить вовсе не факт, независимо от того, что взамен. Поэтому, скорее всего, это был просто шаг Ирана, чтобы выиграть несколько дней для какой-то оптимизации решения в ситуации, когда оптимального варианта нет. Пока мы знаем, Иран на нервной почве захватил контейнеровоз в Армутском проливе, который плыл под португальским флагом, но принадлежит вроде как израильским бенефициарам. Если этим ответом исчерпывается, то это не самый плохой вариант. Думаю, что нет, еще не исчерпывается. Мы записываем программу НАБИЛу вечером накануне ее эфира, и по состоянию на сейчас, на вечер субботы 13 апреля, удара пока нет. Посмотрим, что будет предстоящей ночью, по итогам которой наша НАБИЛа увидится с вами. Ну, кроме того, мы знаем, что практически всех воюли из сектора Газа, все израильские войска там только остались для того, чтобы обеспечить коридор, небольшое воинское формирование. И очень многие эксперты говорят о том, что это поражение все-таки Израиля и победа фактически террористов, потому что сначала обещали зачистить полностью Хамас. А так вот, собственно говоря, остаются какие-то там люди, которые опять будут делать то же самое. И многие осуждают, короче говоря. Ну, Израиль только не полностью уявил войска из сектора Газа и обещает везти их обратно в Рафех, он же Рафах, на юге сектора, и войти в Феводельфийский коридор. Поэтому посмотрим. Я бы не стал делать поспешных выводов в том, что Израиль потерпел поражение, поскольку все же Хамасу нанесены очень значительные удары. Но, конечно, это не такая торжественная ситуация, какая анонсировалась и прогнозировалась в конце прошлого года. И происходящее в том числе и приведет к дальнейшему обострению внутриполитической ситуации в Израиле. Потому что многие связывают это с премьер-министром Биби Нетаньяру, с его недостаточной готовностью и решимостью вообще завершать войну. Потому что продолжающаяся война является прекрасным оправданием и его сохранением власти на неопределенный срок. В то время как большинство израильтян требует его ухода и даже досрочных выборов. Я не уверен, что досрочные выборы для Израиля – это благо в этой ситуации, но граждане Израиля склоняются к такой точке зрения. То, что он не популярная фигура, даже видно потому, что израильские эксперты и все израильские спикеры, которые, скажем, в Украине говорят, которые приглашаются украинскими журналистами, и они все не любят Нетаньягу, и все там костерят его последними словами. Поэтому понятно, что... Все не любят Нетаньягу. Я хотел бы сказать и пару слов по его защиту, поскольку на протяжении долгих лет он, безусловно, оставался самым харизматичным и сильным израильским публичным политиком. Конкурентов у него нет и по сей день. Просто он слишком засиделся у власти. Уйдил он пару лет назад, и эта война не имела бы к нему никакого отношения. Да и неизвестно, случилась ли бы она, потому что во многом, конечно, война была спровоцирована двумя тенденциями, к которым Биби Нетаньягу имел самое прямое отношение. Первое — это подкормка Хамаса. Потому что концепция Биби Нетаньягу на протяжении долгих лет сводилась к тому, что Хамас нужен обязательно как управитель сектора газы, и как мощную структуру, поскольку именно ситуация, когда палестинская национальная администрация, ФАТХ и Организация освобождения Палестины, не контролирует газу, а контролирует только частично западный берег реки Ордан, Иудею и Самарию, позволяет избегать разговоров о полноценном и полноформатном палестинском государстве. Дескать, если у вас нет единства, если не можете договориться внутри себя, то какое же тут палестинское государство? А для этого нужен сильный Хамас. Поэтому Биби во многом создал этот сильный Хамас. Именно стремясь избежать палестинского государства таким образом. Палестинского государства он не избежал, а до войны 7 октября прошлого года дело дошло. Ну и во-вторых, потому что, конечно, инициированный кабинетом Биби Нетаньяру реформа юридической системы спровоцировала раскол в американских, господи, американские, это оговорка по Фрейду, в израильском обществе, в еврейском народе. В первую очередь высвотил этот раскол между религиозной и светской частями, секторами. И, в частности, привела к первому, я не берусь утверждать, что за всю историю Израиля, но за долгое время очень точно, движение отказников, резервистов, которые говорили, что в условиях юридической реформы они не хотят идти воевать. И это тоже очень сильно ослабило Израиль и в военном смысле, и психологически. Поэтому, но Биби, человек с прекрасным, в то же время он сделал и немало хорошего. И тот экономический бум, который Израиль переживал на протяжении минувших 10 лет, этот во многом заслуга Биби Нитаньягу тоже. Не будем уж окончательно его очернять. Но его пример, вернее, не будем мазать все одной краской, но его пример показывает, что действительно от власти надо уходить вовремя, и не нужно ставить сохранение собственной личной власти главной целью своей политики. Говорят, что Биби таким образом хочет избежать уголовного преследования по трем делам, которые возбуждены в его отношении. Но это не совсем так, это не исчеркивает его мотивы. Он, конечно, хочет оставаться у власти. Иначе он давно нашел бы компромиссный вариант, как там выйти из полиции уголовных дел, уйдя от власти, пойдя на компромисс на сделку со следствием. Нет, он не хочет именно выпускать рычаги власти из своих рук. И это стоило Израилю достаточно дорого, как и многим другим странам, где политики ставили личную власть выше национальных интересов. Ну вот вернемся к такой стороне. Видимо, есть такие примеры, конечно же. Но Путин там больше 20 лет у власти, и фактически сегодня у него неограниченное, так сказать, влияние на свою страну, на судьбу людей и многое другое. На этой неделе они с полигона Капустин-Яр, якобы они так говорят, провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ну вот это очень похоже на гонку вооружения нового-нового витока, и они постоянно говорят о том, что у них с этим делаем все в порядке, они перестроили военно-промышленный комплекс, они активизировали исследования в области космоса и прочее, прочее. Станет ли Россия лидером в этом отношении, скажем, лидером в отношении гонки вооружений, ну там, скажем, одной из самых сильных армий? Потому что сегодня, на сегодняшний день, в новых условиях воевала только украинская армия, только российская армия, ну и израильская отчасти. Гонки вооружений нет. Конечно, все-таки у России недостаточно для этого ресурсов. И даже масштабировать производство вооружений сейчас Россия не может. Она зависима от внешних поставок, технологий комплектующих. Отчасти эту проблему решает для РФ Китай, но и без западных технологий комплектующих обойтись полностью нельзя. Скорее, Путин хочет навязать свободному миру, евроатлантическому миру, милитаризацию. Готовить Запад к тому, что надо готовиться к большой войне еще долго, и тем самым вернуться на 30 лет назад, на 40 лет назад, задержав технологическое развитие Запада. Это абсолютно укладывается в линию Владимира Путина на оборону прошлого, оборону исторического тупика. Потому что если Запад будет концентрирован на военных вопросах и задачах, в том числе и в психологическом смысле, в угнетании угрозы войны и подготовке собственных народов к большой войне, то РФ получит возможность выиграть время и замедлить процесс технологической революции, в котором она остается на обочине. Поэтому здесь Путин в этом смысле на сегодняшний день играет достаточно успешно. Я уверен, что все равно эта игра будет проиграна, поскольку никогда еще прошлое не побеждало будущее. Но выиграть некоторое время ему удастся. Китай готова предоставить Российской Федерации и Украине необходимые условия для проведения переговора. На прошлой неделе так заявил их представитель в ООН. А что это за необходимые условия? Я не понимаю. Ну, пока мы этого не знаем. Мы видим пока только один оформленный. Он официально неофициальный пока, но уже утекший в СМИ и вроде как оформленный план. Это план Раджепа Таипа Эрдогана. Это фактически корейский сценарий этот самый. Замораживание боевых действий на нынешней линии фронта. Именно поэтому, кстати, Владимир Путин торопится сдвинуть эту линию фронта в свою пользу и не в пользу Украины, пока у него есть преимущества. Пока Украина не получает никакой ощутимой помощи от Запада, особенно систем ПВО, которая сейчас остро необходима. Мы все знаем эту полемику вокруг патриотов и того, что Украине срочно нам нужны 7 патриотов. А пока что только Германия готова их предоставить, и только один не хватает. Слишком мало патриотов производится и в США, и в очереди стоит на несколько лет вперед. А в условиях разрастания всяких военных кризисов, в том числе на Дальнем Востоке, нарастание вероятности удара Китая по Тайванию эти патриоты остро нужны в других странах и регионах. Но Эрдоган предлагает отложить обсуждение вопроса и о статусе оккупированных территорий Украины, и о членстве Украины в НАТО до 2040 года. Это само по себе хорошее предложение в том смысле, что теперь мы знаем, когда Владимира Путина уже у власти не будет. Видимо, 2040 это когда уже Путина точно нет. Иначе этой цифрой не звучало бы, и как Путин, видимо, оценивает свои возможности физически оставаться у власти. Я думаю, что 2036 год действительно, по крайней мере, на сегодня рассматривается как предел его возможности пребывания в здравом уме и твердой памяти. Но я считаю, что тут это все болезненно, если упираться в вопрос о членстве в НАТО, как рецепте. На мой взгляд, давно очевидно, что НАТО как формат обеспечения коллективной безопасности только тоже себя в значительной степени исчерпал. Вот недавно на канале Белковский была программа «Путин и чудовище», где обсуждалось, что может сделать НАТО, если у меня будут точечные удары по военным объектам на территории стран НАТО. Непонятно и неизвестно. И поэтому надо приходить к новому формату безопасности, к той самой организации аварамического единства, которую я давно пропагандирую, которую могут учредить США, Европа, Украина, Грузия, Молдова, Израиль, Турция, безусловно, арабские монархии Персидского залива. И здесь официальное приглашение в эту организацию может получить и Российская Федерация. Она, скорее всего, отвергнет, но это не значит, что ее не нужно приглашать. И вот в это, то есть, хорошо, пусть Украина не вступает в НАТО, пусть будет создан альтернативный альянс, гарантирующий безопасность. И тогда, собственно, будет снята острота вопроса, вступать или не вступать в НАТО, из-за которого во многом началась спецоперация СЗД два с лишним года назад. Но, видимо, план Эрдогана – это есть нечто, согласованное уже с Кремлем. И поэтому сейчас, я думаю, что Китай будет стоять на каких-то близких к тому позициях, они будут пытаться совместно и солидарно это дело продвигать. Ну, надо же сказать, Стас, что НАТО тоже не скрывает своего нежелания принимать Украину в НАТО. Тут же с двух сторон. Украина – это просто прекрасно. Если все так не хотят, а для Украины это может быть желательно, но не реалистично в ближайшее время, то не пересмотрите, в принципе, вопрос об архитектуре глобальной безопасности. Этот вопрос давно назрел. Потому что НАТО, как и давно исчерпавший себя ООН, надеюсь, доживающий в последние годы, пока не в нынешнем формате, это тоже инструмент, реликт Ялтинско-Пацдамского мира. Собственно, сам Североатлантический альянс предполагает именно оборону евроатлантической зоны, противостоящей Востоку и Советскому Союзу, и Коммунистическому блоку, которых давно уж нет. А организация аварамического единства должна предполагать совместную солидарную оборону стран, исповедующих монотеистические религии, против других враждебных им сил мира, в том числе тоталитарных режимов РФ и КНР. Хотя, еще раз подчеркиваю, что ничто не мешает формально пригласить РФ в этот альянс, хотя бы для того, чтобы зафиксировать нежелание Кремля в нем участвовать. Иначе Кремль будет жаловаться на то, что он, дескать, хотел, а его не позвали. Вот, ну так прекрасно. Все, что не делается в истории, все к лучшему. Как говорил Гегель, все действительно разумно, и нужно извлекать уроки не только из давней истории, но и из новейшей. И если не вытанцовывается схема с НАТО, значит, надо просто предложить другую. Другой альянс, который, кстати, будет гораздо шире по возможностям, поскольку будет увлекать и Израиль, и страны Персидского залива. А с другой стороны, он будет отражать именно сегодняшнюю ситуацию с безопасностью и нерв эпохи, а не картину 80-летней давности. И будет не так старо, не так осторожен, я бы сказала, понимаешь, как НАТО. Но если вернуться к неким символам, с которых мы начали, то интересная ситуация, такая она достаточно драматическая в Орске, в Оренбургской области. Вот этот потоп, который как бы на что-то намекает, ну вот это очень серьезный катаклизм. Говорят, что, ну мы помним все сцену, когда там все кричали, Путин спаси или Путин помоги, что-то в этом роде. Вот многие эксперты и спекеры говорят о том, что люди начинают догадываться, что причина всех проблем в стране все-таки Путин, поскольку на нем замыкается вся власть. Причины проблемы быть не может, поскольку это абсолютная монархия, в которой Путин воплощает все, и он равен России, как известно. Ну а кто же еще может быть источником проблем? Люди давно уже догадываются, что причина всему тотальная коррупция, и даже официальная российская власть признала, что дамба, которую строили якобы за миллиард рублей, это на самом деле насыпные сооружения стоимостью максимум 200 миллионов рублей. То есть украли 80% бюджета этой дамбы. Как же она могла выдержать при таком наводнении? Ну во-первых, сам потоп напоминает о том, как яростно Кремль поддерживал операцию Хамаса под названием «Потоп Алякса». А во-вторых, ну как, Путин же всегда считал, что он борется с, он же классик геополитики современной, в рамках этой геополитики он как воплощение империи суши, евразийского Хартленда, борется с империей воды, моря, олицетворяемой англосаксами. Ну вот, видимо, англосаксы как-то накликали эту водную стихию. Я сейчас с огромным сочувствием отношусь ко всем жертвам этого наводнения и желаю вам всего наилучшего и выйти сухими из этого потопа, прошу прощения за неудачный каламбур, а в первую очередь столкновение с нынешней российской властью, которая на своих граждан глубочайшим образом наплевать и всем своим публичным поведением представители этой власти это показывают. Включая не только губернатора Оренбургской области Паслера, который в первую очередь потребовал выключить телефоны от людей на встречу с ним, но и федеральной власти, и лично Путина. Я, кстати, считаю, что это наводнение доказывает, что у Путина нет двойников, потому что если у Путина был хоть один какой-то завалящий двойник, то его бы направили туда, на место катастрофы, и тем самым выразили бы уважение к пострадавшим. Этого не случилось. Интересно, произошло еще одну санкцию ввели, и она, мне кажется, может иметь далеко идущие последствия. США ввели запрет на импорт алюминия и медиа никеля российского происхождения. Это сообщил Минфин Соединенных Штатов с 13 апреля. Насколько это может иметь какие-то экономические последствия, с твоей точки зрения? А вот какой-то шум, это у тебя шум или у меня? Все, перестал. Сейчас снова возник. Ну, это шум, который они... Это кондиционер работает, и он централизованный, к сожалению. Если он нам мешает, прибор с ним просто. Это не означает, что алюминий, метео и никель из России не будут поступать на мировые рынки. Будут. Потому что они будут поступать через третьи страны, но еще эти санкции США и Великобритании запрещают торговлю этими металлами, собственно, фьючерсными контрактами на эти металлы, на лондонско-российского происхождения, на лондонской и чикарской биржах. Это как бы ценовой потолок на эти металлы. Они будут поставляться, но продать по прежней цене российские поставщики их не смогут. Тем самым, как и в случае с нефтью, Запад рассчитывает уменьшить доходы субъектов российской экономики вообще и российского федерального бюджета, в частности, от экспорта алюминия и меденега. В этом смысле это акция. Насколько это будет успешным в ситуации, когда многие третьи страны по-прежнему помогают ОРФ обходить санкции в отношении прежде энергоносителя, а сейчас, возможно, металлов? Посмотрим. В ближайшие месяцы, пару месяцев покажут. Ну, и, конечно, вот этот переполосый с тем, что Фридман и Алан через суд с них сняли санкции, как потом выяснилось, не совсем сняли, только санкции, которые были введены в 2022 году, но сам прецедент Чичваркин написал большой пост, наконец-то большая победа, непонятно, кого над кем, но тем не менее. Вот как ты считаешь вообще сам прецедент, он может вызвать волну судов, когда российские олигархи будут снимать санкции? Да, волна судов уже существует, просто пока мы о них не знаем, как там продвигаются дела. Большая часть исков пока не рассмотрена. Но мне хочется себя ущипнуть, но мне кажется, что последние года полтора мы в программе Набило это обсуждали, и я не раз говорил, что так и будет. Что поскольку евробюрократия не смогла сформулировать внятных критерий в санкции, а заодно и требования к выходу из-под них, то есть неизвестно, что нужно сделать, чтобы выйти из-под санкций. Например, осудить войну Путина, тоталитаризм и перевести деньги куда надо частично, это является критерием выхода из-под санкций? Нет, на сегодняшний день нет, потому что этих критериев просто не существует. И что вот это отсутствие критериев, а также механизма их реализации, собственно, к этому и приведет, что российские магнаты начнут выигрывать суды, и это станет важным прецедентом, что за одним потянутся и другие. Поэтому Фридман-Айринг, безусловно, успешно. Осуждать здесь суд Евросоюза не за что, поскольку он просто подтвердил свою независимость как от исполнительной и законодательной властей, так и от политического контекста в целом. Суд и должен быть таким независимым, он и не должен знать, что происходит в политике и военной сфере. И, несмотря на то, что сняли не все санкции, конечно, теперь у Фридмана и Айринна есть на руках бумага, в которой написано, что евробюрократия с санкционным режимом откровенно не справилась. И с этой бумагой можно бороться дальше. Чем российские олигархи непременно, всенепременно и воспользуются близкие к Кремлю? Что он ничего не делал, не отрекаясь от Путина и войны, не осуждая ничего, не жертвая ничем совершенно. А вот многие недорогие россияне, которые вынуждены были покинуть СРФ из-за своей антивоенной, антипутинской позиции, здесь только проигрывают. Потому что неформальные санкции в их отношении сохранятся. Это самое ледяное отношение властей, европейских стран, банков и всего прочего. Поэтому здесь, безусловно, евробюрократия так или иначе потерпела значительное моральное поражение. Независимо от того, что дальше будет с Фридманом и Айвеном, и попытается ли Совет ЕС снова вести против них санкции, что не исключено. И это поражение требует осмысления, как минимум. Ну а что касается Евгения Чичваркина, то он там ясно сказал, что нужно дружить с влиятельными людьми. Это довольно интересная рекомендация. Потому что одним из самых влиятельных и богатых людей в мире, даже гораздо более влиятельным и богатым, чем Фридман и Айвен вместе взятые, является Владимир Путин. Может быть, имеется в виду, что с ним надо тоже обратно подружиться. Мне кажется, что Евгений просто сожалеет о том, что он занял антипутинскую позицию и покинул РФ. Он хочет вернуться в РФ и снова заняться тем бизнесом, которым он занимался до конфликта с российскими властями, а точнее с олигархами, которые отняли у него Евросеть, точнее выкупили по заведомо заниженной цене, предварительно, как это часто бывает в современной РФ, организовав уголовные дела. Наезд уголовный потом, значит, для того, чтобы закрыть дело, у тебя забирают твои активы или полностью бесплатно, как у Михаила Кодорковского, или за какую-то цену существенно ниже рыночной. И не исключено, что это, кстати, что бенефициарами этого изъятия Евросети у Чичваркина была коса Альфа-Групп. Но, видимо, сейчас это уже никого не беспокоит. Ну что ж, я желаю Евгению всяческих успехов на том пути, который он сам изберет. Только, так сказать, здесь моральные победы, как антивоенные, антиталитарно настроенные россияны, я точно не вижу. Я вижу как раз всеобщее поражение. Ну и, конечно, я интересом наблюдаю за Екатериной Мизулиной. Она знает, что у нее такое дивное совершенно расхождение между визуальным образом ее. Она такой белокурый ангел. И ее сутью она предложила решить все проблемы с экраном, отключивать в нее интернет. И, значит, я считаю, что заниматься этим должно Министерство обороны. И тогда все проблемы вот решены. Ну и она продолжает свои гастроли по вузам российским, где поясняют там молодым людям, так сказать, о пользе доносов. Знаешь, там у Роттердамского была о пользе глупости, по-моему, или что-то в этом роли трактат. А вот, да. А у нее как раз о пользе доносов. Ну и, кстати, не безуспешно. Говорят, что количество доносов в России растет с катастрофической скоростью. Я вот прочитала совершенно удивительную, прекрасную историю о том, что мать донесла, написала донос на собственного сына на том основании, что он увлекся буддизмом и изучает украинский язык. Ей-то не понравилось. На этом и должен быть построен на том, что, как мы знаем, любить можно только большого брата, в данном случае Владимира Путина, и его режим. А своих близких любить не нужно, если ты видишь, что они против большого брата, безусловно, от них надо отречься и на них донести. А вот недавно жена отреклась от мужа, назвав его членом семьи публично, а не мужем, когда бывшая директорка проекта «Новая Голландия» в Петербурге, я, правда, все равно уволили на следующий день, но она еще успела отречься от мужа, который неправильное что-то написал в соцсетях и был задержан российскими силовиками в аэропорту перед вылетом в Ереван. Сейчас ему за этот неправильный пост после теракта в Круксе грозят семь лет тюрьмы. Для тоталитаризма это абсолютно естественно. И это и будет продолжаться, и вырастет целая культура доносов, от которой потом, если и когда все закончится, будет не так просто избавиться. А что касается Екатерины Михайловны Мизульны, то ведь она мне очень напоминает известную актерку Азию Арджента, дочку режиссера Дарью Ардженту, которая была сначала неформальным лидером движения MeToo в Америке, которая, как известно, жаловалась на сексуальное домогательство. А потом выяснилось неожиданно, что Азия Арджента совратила несовершеннолетнего в Калифорнии, и за это предусмотрена уголовная ответственность. Потом она как-то рассосалась, и так непонятно, чем дело кончилось. Лидеркой движения MeToo она перестала быть. Но так часто бывает, что под прикрытием некой борьбы за нравственность реализуются какие-то совершенно другие приоритеты. Не совсем, мягко говоря, и нравственности соответствующие. И Екатерина Михайловна Мизульна абсолютно точно эксплуатирует образ MILF, то, что называется. Mother I'd like to fuck. И мне почему-то представляется, что ее повышенный интерес к встрече со студентами и старшими школьниками продиктован чем-то таким. Поэтому пожелаю ей, что если с ней случится, если мы узнаем о том, что с ней случилось то же, что с Азией Арджента соблазнение несовершеннолетнего совращения, то она в своей тоталитарной стране избежит за это уголовной ответственности. Желаю всем только... Я бы хотела сказать, что она-то легально абсолютно делает, совершает несовершеннолетний, когда гастролирует по вузам. В неком моральном смысле, безусловно, да. А далеко ли оттуда физического, скоро узнаем. Какие события на этой неделе привлекли твое внимание? На этой неделе отмечался 75-летний юбилей известного советского, а ныне российского артиста Юрия Куклачева, который дрессировщик кошек. И прямо в разгар отмечания этого юбилея с ним случился инфаркт. Я, безусловно, желаю Юрию Куклачеву скорейшего выздоровления, и чтобы все обошлось. Но вместе я не могу не отметить, что господин Куклачев был большим сторонником спецоперации Z и войны до победного конца. И пытался использовать кошек в этом идеологическом векторе. А из социологических исследований, а также из личного общения со многими моральными лидерами сообщества котов, я знаю, что 100% котов, безусловно, против войны и тоталитаризма. И попытки ими манипулировать за войну и тоталитаризм добром не кончились. Вот что я хочу сказать. Поэтому всякий должен быть крайне осторожен, когда он затрагивает такие чувствительные тематики и пласты населения Земли. Ну вот видишь, повсюду символы. Потопы, кошки, которые принимают свои неожиданные решения. Против войны и тоталитаризма. И не нужно пытаться заставить их делать что-то другое в обратном направлении. Кота вообще ничего невозможно заставить делать. Это очень сложно. Потому что тем более прямо противоположный его взгляд. Финальное стихотворение. Что сегодня будет? Да, сегодня мы немножечко отойдем, выйдем, сойдем, вернее, из траектории молодой женской поэзии Украины и вернемся немножко к классике. И не к какой-нибудь классике, а к нашему крестному отцу Александру Михайловичу Кабанову и одному из его... Сегодня прочитаю одно из самых свежих его стихотворений. Я завернул за угол дома, чтобы отыскать последний храм на улице, что мне знакомо под военным вечерам. Вокруг весна, пастель и уголь вот-вот проступит акварель. А дом разбомблен, только угол остался от него теперь. А за углом горит вестима, фонарь рассеивает дым. Пусть молятся руины Рима святым развалинам моим. Пусть через них ведет дорога и не теряется в веках туда, где мать выносит Бога из-под завала на руках и с ним стоит на перекрестке, теряя к смерти интерес тя, как благая весть в известке о том, что сын ее воскрес. Александр Кабанов. Прекрасно. Спасибо большое. Я, знаешь, я видела, Александр Кабанов живет в центре города и когда это читала, я прям видела вот этот маршрут, по которому он каждый день ходит и он всегда завершается сквером писателей. Вот он же у кого-то скверика писателей. Всякая биатуроза, как мы знаем, заканчивается воскресением и вознесением. Да. Спасибо большое. До следующей недели. Спасибо. До скорых свиданий в эфире. Ура. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...